всем привет мы тут с детьми смотрим в окно смотрим когда у нас ливанет дождь и хотя смотри же там он просвет идешь виднеть может все таки обойдет нас стороной сегодня утром стали была такая ясная погода прям я не знаю солнышко светило сейчас уже хотелось димой собираться на улицу смотрю тучи блин собирается все темнее темнее становится не знаю сейчас только выйдем как ливанет прям ветер поднимается деревья смотри да как шататься начинают как помнишь нас в этом году прям какой-то ураган здесь был деревья сколько было повалено сегодня утром тоже выставил автолюльку из машины принесли ее сюда поставили пока будет стоять на балконе потому что подвал перенесем не знаю хочу выставить ее на продажу потому что диме то мы купили автокресло люлька нам теперь не нужно ты куда полезь димочка не трогай блин не знаю сейчас тоже составил список продуктов хочу прям максимально сейчас ходить закупиться они может в два или в три магазина не из-за того что знаете где-то ноги все сейчас туалетную бумагу скупают в новостях говорят то что не знаю почему туалетная бумага заканчивается в магазинных полках не там не продукты какие-то продукты тоже это прям туалетную бумагу общего мы только вернулись из магазина сейчас я вам покажу то что мы там купили получилось сегодня такая очень большая закупка продуктов и честно говоря не из-за того что знаете мы боимся вирусов нет просто зашли магазин я честно говоря ужаснулась там половина стеллажей просто пустые люди разобрали сахар гречку в общем все крупы крупы были только горуха и макароны все остальных круп вообще не был этот макарон который чуть подешевле были тоже все разобраны вот оставались таки макфа щебекинский макарон в общем таких вот фильм но подороже чем это обычные цены идут на макароны я у продавщица спрашиваю а где вообще крупах все гречка где есть игры где все она на меня голову понимает он где девушка вот вы не поветенгать люди сошли с ума она год вот как начали все год сметать с прилавков ангет мы не успеваем выкладывать а блин я говорю мне гречку вообще нагать сегодня вечером ангет будет завоз не знаю во сколько привезут ангет обычно завоз часов до 11 происходит не знаю люди этот правда сошлись с ума я вот решила сразу так затарься по крайней самым необходимым на первое время чтобы нам хватило гречка там рис это у нас еще понемногу там осталось в ящике но хотелось бы еще докупить и я просто решил лишь лишний раз подстраховать потому что я боюсь как-то зайти в магазин за каким-то продуктом его там может не оказаться потому что люди скупают все взяла такой самый необходимый на первое время хотя бы сейчас вам все покажу здесь же не уже разложил фрукты он их помыл пока этом с коляской поднимался в общем из фрукты взяли но фрукты конечно будем докупать мандарина груши конференц потом яблоки вот апельсина и бананы это что из фрукта фрукта мы вообще хорошо едим потом взяла упаковку сахар сахар у нас есть так пока в сторонку буду ложить дима пришел так из мясного значит взяла куриное филе потом говяжий фарш упаковку взяла здесь у меня говядина там тоже лоток говядины димочка жень посмотри за дима тончас обедать нибудь час фруктов наестся потом взяла игрушку дать захотел вот таким макарошки рожок спагетти и бантики также взяла сразу две баночки сметаны 20 процентный потом на завтрак чай взяла упаковку творогушек пачку майонеза может он какие-то салатики будем делать потом с блинчиками мы любим такой джем мазать джем сметанку любим также взяла 3 рулона туалетной бумаги бутылку масла у меня масло вообще не осталось вот взяла одну бутылку потом взяла баночку пандюель кукурузу горошек потом сливки взяла вот такие домик в деревне вот такие этого мы используем для кофе взяла сразу две маленькие упаковочки потом взяла также баночку тушенки грибочки небольшой такой лоток шампиньонов на ужин можно днях что-то приготовлю из них же не взяла растишку также взяла такую небольшую сколько здесь грамм 300 наверное нет 500 грамм колбаска две пачки масла также на бутербродики взяла паштет хороший паштет брали уже не раз сыр сливочный так дальше взяла также диме диме взяла брокколи в баночку 2 даже 2 брокколи потом кабачок также взяла пакет молока молоко мы так не пьем очень очень редко я могу иногда попить в основном это выпечку мы используем молоко потом вот еще брокколи также диме взяла вкусняшки пастилуево яблоко и яблоко персик огурец авокадо перчик потом также к чаю взяла такие сушки с ваниль они такие маленькие батон хлеба так это я показала такие помидорки черри лаваш это его сейчас заморожен потому что пока не собираюсь делать просто иногда когда хочется там приготовить шурму каким-то закусочки чужин из остатков чего а как ты тогда канапешки делал вкусный получились тогда у нас тоже делали шурму домашнюю и оставалось немного лаваша же не нам канапе надо делать застатков забрезков так потом к чаю взяла такой печенье каскад 2 баночки селедки 2 пачки творога вот такой 5 процентного взяла потом также печеньки это диме нам к чаю шоколадку еще такие печеньки и сосиски так все да вроде блин ты тут помыл фрукта я уже разложил ну ладно еще раз перемоем хочу сразу сейчас приготовить ужин здесь у меня уже обжаривается мясо также из морозилки достала морковку и вот у меня два кружочка оставалось помидорки сейчас тоже добавлю гуляш я буду делать с мясом тосты и так жарю немножко болгарского перчика добавлю сейчас тоже порежу гуляш и потом еще гречку отварю я хочу сейчас также свалить небольшую кастрюльку компотчика вот здесь у меня заморожена клубника я долго варю яблочко дима сейчас не доел половинку съел ты яблочко захотел сразу держи компот долго не провариваю сразу кладу в холодную воду ягода потом в конце добавляю после закипания сахара в общем как закипит но может я не знаю буквально минутку у меня варится и все я сразу отключаю вас надеюсь что какие-то витамины для все-таки там сохраняться не знаю эту сердцевину удаляю как раз вот сегодня в течение дня попьем ягодки черной смородины добавлю сейчас и все и ставлю на газ приехали в город сереже с димой от решила зайти в магазин zenten хочу посмотреть на весну себе какие-то ботинки либо кроссовки такие симпатичные по скидке идут такие достаточно долгенькие сейчас посмотрю чу здесь вообще есть вот эти симпатичные 1800 а тут один размер 35 остался на размер ноги 36 все тридцать пятой все 35 и он меня уже не ждет вышли за магазин а он тут бегает такой деловой до меня уже не ждешь ты уходил все плакал чтобы я никуда не одевалась где димина коляска стоит вон она так мы тут не пройдем пошел там вокруг обойдем пойдем у нас сереже пересменка теперь он пошел выбирать себе ботинки а я с димой осталось на улице гулять потому что с димой по магазинам это вообще не вариант час ходить и тем более с этими вирусами сейчас лучше конечно больше времени на улице проводить чем закрытых помещений где много народу так что сейчас мы пока с ним погуляем сережа сходит посмотреть себе кроссовки потом еще чуть он себе хотел присмотреть да дима кроссовки и штаны спортивно он себе хочет на улице кстати сегодня так тепло мы сейчас димой тут стояли любовались вон там нас вечный огонь горит дима все туда прорывается сходить но нет потом не оттащу оттуда мы лучше издалека дадим посмотрим вон огонек там горит красиво у нас обычно здесь проводится салюты на этой площади на 9 мая на день города вот это все перекрывается здесь стоит полиция не запускается с этого места салюты ребят мы уже вернулись домой но ничего походили сереже по магазинам ничего мы себе так и не купили сереже единственный себе купил спортивные штаны такие тоненькие уже на когда тепло будет знаете вот обуви на самом деле достаточно много в магазине я долго ходила смотрела смотрела который вот у меня прям очень-очень понравилась она очень дорогая для нас но в данный момент мы не можем себе такую позволить а который такая средняя ценовая категория моих размеров не там в основном размер 35 потом 38 то есть вот такие у меня размер обуви 36 я обычно себе беру но иногда какую-то там 37 ну не больше 35 естественно мне уже мало еще знаете ходила по магазинам пока я ходила сереже с димой гуляла на улице и уходишь и постоянно подсознание думаешь надо быстрее надо быстрее потому что знаешь дима он вообще не любитель долго на одном месте находиться думаешь надо быстрее сейчас дима начнет плакать и то есть вот это подсознание и то есть не может сконцентрироваться и действительно выбрать себе что-то подходящее прошла по двум магазинам не знаю мне там одни так понравились они прям в душу запали но они конечно такие дороговатые я на такую стоимость не рассчитывала потому что мне надо себе также куртку купить у меня куртку уже года три ей такая уже вся поизносилась должна не 3 а 4 года вот ходила такая черная у меня есть уже не завтрашнего дня начинаются каникулы сейчас я тоже учительница прислал тест надо будет сделать по математике на сегодня получается был последний день занятий но у них из класс уже никто не приходил вчера учительница написал нам групп то что детей уже можно сегодня не водить и как нам сказали в общем буду до 1 апреля каникулы а потом до 12 числа дистанционное обучение будет даже дому будут учиться но кто-то уже у них и эту неделю начал обучаться на дому там на выбор учителя то есть надо было написать заявление мы решили неделю доходить потому что такой прям экстренной ситуации нету я считаю что прям вот так из дома нельзя выходить вот решили неделю доходите все теперь каникулы три недели неделя официальных каникул и две недели после каникул отдыха будет так что вот так тоже решил все понятно же не молодец он хорошо математики я вообще математику не знаю же не молодец но все тогда всем пока пока мы как всегда увидимся с вами завтра пока 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 пока